Ожидание и реальность Фактор Бай это самое искреннее телешоу страны. Здесь плачут и радуются, влюбляются и ненавидят, но никогда не прячут своих эмоций. Так и произошло с Иваном Дятловым. Порой планы участников все же не совпадают с реалиями шоу. Насколько образ в твоей песне соответствует внутреннему такому Ивану Дятлову? На сто процентов. Я когда выбираю песню, все-таки стараюсь, чтобы она хоть как-нибудь мне соответствовала. В данном случае песня подходит моему внутреннему состоянию. Давай так, намекнем только, чуть-чуть намекнем. История про тебя, про любовь. Про что? Про меня и про любовь. Ты угадала? Романтичный Иван Дятлов. Пока кому-то достаются песни, полностью подходящие внутреннему состоянию, другим приходится выходить из своей зоны комфорта. Разносить все в пух и прах, но при этом играть свою роль до конца, Андрею Колосову сделать это было сложно. Твой герой в песне насколько соответствует тебе настоящему? Вообще мимо. Я абсолютно не бью никогда посуду. Может надо попробовать? Я обычно сам все дома обустраиваю. А по такой вот практической агрессии, ну да, может быть. То есть ты такой достаточно агрессивный? Конечно, да. Ну это дома, это я на камеру. Да, моя любименькая, моя жена. А сам, да! Да? Я дома! Самый верный путь – это не ждать ничего от выступления. Предсказать то, как проголосует зритель, просто невозможно. Единственный выход – это спеть и получить удовольствие. Этому совету следует Марго Новик. И каждый раз, выходя на сцену, она показывает себя с разных сторон. Расскажу историю, в принципе, ту же самую, что я и рассказывала до этого, только с другой стороны. Это одна из граней, потому что на самом деле в каждом из нас есть много граней. Зритель любит картинку, поэтому для любого артиста так важна визуальная составляющая. Порой вокалисты меняют образы, но на нашем шоу образы вокалистов меняют сами песни и придают им новое звучание. К примеру, официальный деловой стиль Александра Шумулевича восхитил всех за пулисами. Организаторам не оставалось ничего, кроме как написать новую аранжировку всем известного трека. На мне всегда рубашечка, на мне всегда костюмчик. Я прям вот подхожу под эту роль. И ты прям незабудка – твой любимый цветок. Мой любимый цветок. И, наверное, благодаря самой версии песни вот она тебе и подходит, нет? Да, потому что, ну, такая, она раздолбайская в той версии, в которой она была. Раздолбайская версия Александра Шумулевича не устроила. Ну, здесь она прям льется, она нежная такая, она обволакивается полностью. Воздушная такая вот. Ну да, воздушная. Если весь мир интересует вопрос «Быть или не быть», то вокалисты «Фактор Бай» выбирают между лирикой и зажигательными песнями. Азалия Ганединова приняла решение порвать зал энергичным номером. Девушка так мечтала показать все свои вокальные возможности, но, увы и ах, удалось не все. Вообще, я люблю, на самом деле, заряжать людей, да. Конечно же, я бы хотела спеть что-то еще более такое, может быть, ноющее, лирическое. Поплакать. Песня, она такая новая для меня. Я ее вообще никогда раньше не пела, я ее выучила буквально за несколько дней. Вот. Но мне нравится она. Она прям очень отвлекается у меня внутри. Я люблю латинские мотивы, люблю зажигательные ритмы. Смогут ли наши участники реализовать все свои желания, узнаем уже в эту пятницу в 20.45 на телеканале «Беларусь-1». А с вами была я, Хелена Мирай. Увидимся!